Молодому псу Джоннику чуть больше двух лет. На этой стоянке он работает с самого рождения. Лучшего сторожа и не придумаешь, говорят местные жительницы, которые подкармливают собак. Вот только охранять Джоннику больше нечего. Автостоянку владельцы закрыли, оставив на производ судьбы до сих пор верных четвероногих охранников. Мы его приходим кормить, отпускаем, он бегает, минут 40 или час мы кормим, он набегается, потом крикнули «Джонник», он бежит, то мышку поймает, кошка жила здесь, кошку накормит и мышкой подбегает, подставляет свою шейку, мы ему зацепляем цепь. У каждого мохнатого сторожа своя судьба. Серьезного и статного мишку нашли в замерзающем лесу. Выходили и посадили на цепь у домика охранника. Трехлетнего Дика отдали на стоянку хозяева. Не ужился в одной квартире с другой породистой собакой. Единственную на стоянке девочку Линду стерилизовала молодая пара, которая оставляла здесь свой автомобиль. Вот только взять животное в дом они не смогли. Несмотря на серьезный вид, все собаки на стоянке адаптированы к людям, имеют опыт общения с кошками. Мы бы хотели, конечно, чтобы их взяли в частный дом, потому что собаки жили на улице. Очень беспокоимся за их судьбу дальнейшую. Поэтому просим всех ангарчан откликнуться, добрых, неравнодушных людей. К концу недели владельцы стоянки демонтируют забор. Что станет с беззащитными, сидящими на цепях животными, их опекуны боятся даже подумать. Ведь приюта в Ангарске до сих пор нет, а все передержки зоозащитников переполнены. Новым хозяевам они готовы отдать ошейники, цепи, будки и миски для еды. Тем, кто ищет надежного и верного друга, необходимо позвонить по телефону, указанному на экране. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Продолжение следует...